Приветствую всех землян, которые смотрят телевизионный канал NEFS TV. И я, его ведущий, Всеслав Соло, снова с вами в шестой передаче. Сегодня я намерен с вами пообщаться на предмет образования. Образование в Российской Федерации, в России. И, вспоминая свое обучение в школе, я сейчас понимаю, что в старших классах я уже совершенно не хотел учиться. Мне было неинтересно. Я больше, как бы это сказать, наблюдал со стороны, как учатся мои сверстники, друзья. Мне было совершенно неинтересно, почему. Потому что я уже знал, что я буду поступать в музыкальное училище, впоследствии в институт. И все эти математические выкладки, типа интегралов, физические явления, законы физики, химии, они мне были, извините, до лампочки. Но меня заставляла социальная структура, мое любимое так называемое государство, все-таки протирать штаны в школе, сидеть и тратить народные денежки на то время. А на сегодняшнее время соученики тоже протирают штаны, также в школах сидят, учителя их учат, и, естественно, получают зарплату, и школы содержат. И все это тоже на сегодняшний день имеет огромные затраты. И их, естественно, кто финансирует? Налогоплательщики. То есть мы с вами. К чему, непонятно. Так вот, возвращаясь к моему рассказу о том, как я учился в школе, я продолжу. Закончил я школу, ну, честно говоря, просто закрыв глаза. Ну, вот, лишь бы ее закончили. Да, получил я этот аттестат. А потом я очень хорошо даже учился в училище музыкальном. Мне было там интересно, я хорошо учился. Я учился хорошо в институте, мне было там интересно, я хорошо учился. Ну, вот, что удивительно, говорят, мол, нет, надо все-таки всем заканчивать обязательно высшее образование получать, или хотя бы даже вот среднее образование, школьное, но всем обязательно. Мол, математика, что вы, что вы, вот вы говорите-то, интегралы. Всем нужно знать интегралы. Математика, она развивает мышление, логику. Да что вы говорите. А вот я с этим совершенно не согласен. Что такое математика? Математика это абсолютно узаконенные определенные правила, канон, канонизация. Вначале вот сделай действие в скобках, потом действие между скобками. То есть, ну, абсолютно оболванивание всех и вся. Все одинаковые в логике, все одинаково мыслят, все абсолютно, вот как вот по шаблону, да. Ну, что же тут развивается, я не понимаю. Вернее, я понимаю, но я не принимаю такое развитие поголовное, да, как двое из ларца одинаковых с лица. Логику развивает скорее философия. Вот я, к примеру, с 16 лет и до где-то 30 лет изучал философию самостоятельно. Самостоятельно, честное слово. Я покупал из серии «Философское наследие» книги по философии всевозможных философов всемирного масштаба, известных во всем мире. И сам самостоятельно их изучал. Понятно, что это было не профессиональное изучение такое, что вот скрупулезное и дословное, и от корки до корки, а, да як что говорится. Но я позволял себе многое понимать. Может, не сразу с 16 лет, но чуть позже, перечитывая, возвращаясь к каким-то текстам ранее прочтенным, я все-таки понимал многое в этом мире, сравнивая, что прочел, с опытом собственной жизни и с тем, что я видел вокруг себя в мире. Удивительная штука. Вот именно вот это-то и помогло мне развить логику, а не математика. Честное слово. Именно вот это. Изучение философии. Я думаю, что это абсолютно нормальное явление. Потому что философия – это царица наук. Она не канонизирована, слава Богу. В ней огромное количество всевозможных направлений, течений, авторов, школ и так далее, и тому подобное. И взглядов на жизнь. Поэтому она дает возможность фундаментального мировоззрения, такого огромного, масштабного, глубинного, широкого, всечеловеческого, всепроникновенного. Философия проникает во все науки. А ее в школе даже к ней не притрагиваются, даже не вспоминают почти. Это правильно? Нет, конечно. Ну, не об этом сейчас речь даже. Хотя это тоже очень важные вещи. Я хочу сегодня поговорить вообще о школьном образовании. И мне так думается, что то, что сегодня ребята, девчонки и мальчишки протирают штаны от 6-7 лет, начиная до 17-18-19 порою. Представляете, да? В школе сидит человек и учится до 18 лет. Потом он поступает в институт, предположим. Пусть это, к примеру, мальчик. Значит, он может еще и в армию пойти 2 года, да? Предположим, 2. Значит, 2 плюс 5 – 7. 18 плюс 7 – 25. Это в 25 лет он заканчивает институт. А в институте так как учат. Сейчас я немножечко вам объясню. Я помню, в свое время закончил курсы ДОСААФ по радиотелемастерам. То есть я получил второй разряд радиотелемастера. Нас обучали 10 месяцев, 4 раза в неделю по 4 часа. И вот все эти дни и месяца мы изучали гетератинчики разные, индукции. Разные электрончики с одного кончика, как говорится, проводника в другой перескакивают. Все эти поля какие-то. А к телевизорам нас и к радиоприемникам даже не допускали. И вот только в конце, в самом конце, неделю или две, что ли, вот так вот, мы вдруг появились возле телевизора, чуть-чуть что-то потыкали, подергали и все. Разобрали, почистили ПТК на то время, переключатель каналов, там и еще что-то, да. Боже мой, представляете, каких мастеров выпустили. Ну ладно, я пошел туда учиться, потому что я хотел просто для себя знать, разбираться немножечко в аппаратуре, потому что я работал на то время руководителем вокально-инструментального ансамбля. И я хотел, чтобы вот аппаратура музыкальная, которая у меня есть в группе, ру-группе, чтобы она мне была доступна по пониманию, чтобы я мог ею манипулировать и мелкий ремонт произвести там паяльником и так далее. Вот, для этого пошел. И мне этого, в принципе, хватило, этих курсов. Но люди-то пошли, чтобы получить профессию. Я представляю, каких радиотелемастеров выпустили эти курсы. Да нифига, никто там особенно ничему не научился. Тем более я знаю, что там всего-то 5 человек, по-моему, из группы или даже трое, сейчас не помню, ну мало очень, в том числе и я, получили второй разряд. Остальные получили третий, еще меньше. Вот вообразите себе, значит, как подготовили специалистов. А как их готовят сегодня? Я говорил, вот 18 плюс 7 лет, да, 25 он закончил институт. И вот что вы думаете, там чему-то учили, если он, допустим, готовился стать инженером по строительству мостов? Да он мостов этих, может, и в глаза не видел, как их строят, имеется в виду. И вот после этого окончания своего обучения, да, он вдруг появляется возле мостов, и он не понимает, как их вообще делать, что это такое. Потому что там обучают точно так же, как меня обучали в ДСААФе, понимаете? Вот наши институты, это просто какой-то кавардак. Самое-то интересное, что наше образование считается лучшим в мире, по крайней мере, в советское время считалось, а сейчас, как бы говорят, что похуже стало, но на самом деле оно еще до сих пор держит какую-то вот планку такую немаленькую, да, потому что наши специалисты российские до сих пор востребованы во всем мире. И вот удивительная штука, это при таком-то образовании еще востребованы? Боже мой, а если образование получали бы люди настоящее, не вот такое вот, а настоящее, чтобы вот сразу начинали обучаться. Вот пришел человек к мастеру, там 5, 7, 10, ну 12 человек у этого мастера. Мастер, он будет сейчас готовить эту группу, да, чтобы она стала потом инженерами по мосостроению. И вот этот мастер ведет эту группу. Они приходят туда с утра и, может быть, даже живут там, как в каком-то закрытом учебном заведении, как военные учатся, да, то есть находятся как в интернате специальном. Или же вечером возвращаются, если им нужно с кем-то дружить, они вечером подружат с друзьями, там, с соседями, пообщаются с родственниками, с родителями и так далее, или выходные, понимаете? Но зато они будут готовиться специалистами. Причем самое интересное, это школа должна быть другой. Школа должна быть другой. Всего 4 класса образования достаточно, с 6 до 10, все. Вот и вся школа. Больше ее не надо никому. Не надо больше. 4 года, с 6 до 10. Как раньше церковная приходская школа была, в дореволюционной России. И вот, это правильный был подход. И сегодня нужно его доработать и осовременить. Что я имею в виду? Давайте договорим по институтам, и потом вернемся к этой школе. Значит, получается, если школу, человек закончил всего 4 года, получился, то он дальше, с 10 лет уже, начинает учиться чему? Либо какой-то профессии, сторлер, плотник, там, кочегар и так далее, да? Либо он учится среди специальному какому-то образованию, то есть техникам, там, колледж, как говорят, заканчивает. Либо он учится, и получается уже высшее образование. И вот здесь, чтобы вот с 10 до 16 лет, максимум до 18, а если он медицинский заканчивает, там, 10, ну, 20-22 года, да? Вот, он уже специалист, настоящий специалист. Представляете, то есть в 16 лет он уже свободный. Он может зарабатывать деньги в 18-м паче. А что здесь плохого-то? Это нормальное явление, причем обучать-то будут уже по-другому. Этот мастер, который взял свою группу, он ее и ведет, понимаете, да? Он ее и ведет, и выводит настоящих специалистов. Ведь раньше так и было. Вспомните, церковно-приходскую школу закончил, там, человечек, ребенок, да? Потом родители его брали за шкирку или за ручку, да? И притаскивали, привозили, приводили в город к мастеру. И тот начинал его обучать, этого человека. И у него был один ученик или там несколько, но вот их он только и обучал. И они там жили у него и работали на него, говорится. Я не говорю, что надо, чтобы сегодня на мастера работали. Вот, хотя физический труд, он только облагораживает любого человека. Нормальный, конечно, не рабский. Вот. Так вот, значит, все можно осовременить и увидеть по-другому, понимаете? Тем более сегодняшние дети, это дети индиго. Они не хотят протирать штаны, они хотят мыслить, они хотят уже вот сегодня получать, что это не кандидатское образование до 20 лет, понимаете? Они совсем другие, у них уже все навыки, которые мы, когда там усолили с вами, там, десятками лет, образовывая в себе, в душе и в физическом теле, они уже рождены с ними, у них уже есть, понимаете? И вот, поэтому надо уже после 10 лет их вот направлять в нормальное русло, в профессиональное, а школа, которая будет с 6 до 10 лет, 4 года образования, она будет уже там готовить с уклоном профориентации человека к жизни, человечка, да? То есть там и родители будут, и учителя, и социальные разные институты, в которые будет ходить на этом протяжении жизни с 6 до 10 лет ребеночек, да? Все будут направлены, обобщены и идеологически организованы на то, чтобы вот этого ребеночка, да, этого человека, будущего гражданина страны и мира, значит, научить профессиональному направлению какому-то, то есть чтобы увидеть его склонности, понимаете? Чтобы выявить их, психологи должны быть, разные тестировки, найти это, направить, и после 10 лет уже определиться должен человек, пойти, что он хочет в жизни получить, какую профессию, чем заниматься, вот очень важно, понимаете? Вот это очень важно, вот смотрите, у меня много учеников в Германии, там в Европе, да, живут, я знаю, вот из Германии мне рассказывался ученик мой, говорит, что у них очень модно, это нормально, дети стараются в 16 лет уже выпрахнуть из родительского гнезда и заняться самостоятельной жизнью, снимают квартиры, подрабатывают, учатся, но уже не самостоятельно, в 16 лет это точно, в 18 стопудово, как говорится. А у нас пока еще нянькаются до сих пор, представляете, сколько лет проходит жизнь человеческая, то есть 25 лет человек учится, а то еще 2 образования получает, а еще 25 плюс 50, а после 50 у нас по статистике в стране, в России в частности, мужчины уже вымирать начинают. Это что ж такое-то? Это что? Это безобразие, мало того, что мы огромное количество денег наших тратим в пустую, но и жизни человеческие идут в пустую, просто непонятно, зачем они тогда живут и чем они занимаются. Вот смотрите, кто-то может возразить, типа того, а если вдруг человек передумает, пошел вот он после 10 лет куда-то учиться и передумает и захочет в другое место, или потом уже, когда получил образование в 16-18, захочет другую профессию получить, я говорю, ну и получит, а вы скажете, а он же там не изучал какие-то предметы, которые надо было знать, и теперь как же он ее получит, ему нужно эти предметы изучить. А я вам скажу, вот мой пример жизненный, конкретный жизненный пример. Я закончил школу, а как я учился, я вам уже вначале рассказал, мне было пофигу и ничего, я совершенно не слушал. Просто вот получил эти трайбаны, закончил 10 лет, кое-все, мне было пофигу, понимаете? Так вот, ну и что вы думаете? Мне было 20 лет, и помню, я увлекся неожиданно даже для себя астрономией. То есть я стал шлифовать зеркала, изготавливать сам самостоятельно телескопы, чтобы смотреть на звезды. И как-то вот внезапно оказался учеником некоего Михеева Алексеевича на то время, очень известного астронома-любителя, которого знала вся страна СССР, да, и Европа тоже знала. Я помню одно моё зеркало, которое я сделал 360 диаметр, ручная работа, кассегрент с дырочкой посередине, да, парабола, вот, и он возил это зеркало на французский симпозиум, показывал, что вот единственное в мире зеркало, которое изготовлено вручную вот такого размера, кассегрент. Да, я очень любил астрономии, и вот Михеев меня порекомендовал на физфак учиться, чтобы я стал астрономом, а точнее, чтобы я стал астрофизиком. И вот что вы думаете, он меня уже познакомил с заведующей, значит, на то время физфака, да, в университете Шацова Рахиль Борисовна, я помню, как её звали до сих пор, вот, и я начал подготавливаться. Что я начал готовить? Ну, я всё, что вот нужно было для физфака, чтобы поступить и учиться там, всё, что нужно было школьное, я выучил за 4 месяца. Геометрию, алгебру, математику там, тригонометрию, физику, химию, вот, не зная этого ничего, я вообще вот, я не слушал даже, что там вообще болякали в этой школе, но я вот сел самостоятельно, за 4 месяца всё это выучил. Другое дело, что я передумал поступать. Почему? Потому что я на то время, я с 6 лет писал стихи, и я вдруг, знаете, сердце щемило, и я понял, что я лучше буду писать стихи о звёздах, нежели в трубочку на них всю жизнь через цифры смотреть, понимаете? Это уже моё было решение, но я-то подготовился, я всё знал абсолютно, и я был готов вот так вот под козырёк поступить на физфак за 4 месяца. Вот видите, что получается, что человек, если захочет, и он действительно реально этого желает, в любом возрасте, да, позже чуть там, даже если он после 10 пошёл, он может и в 12 лет поменять, и в 14, и в 16, и в 20, и в 25, и в 30, говорит, свою профессию, если она ему вдруг не понравится, и он, ну, профориентирован был слабо и неправильно. Это не проблема, вы поймите, это совершенно не проблема, и вот очень быстро можно переориентировать человека, если он действительно этого хочет. Мы вот такие вот люди, мы можем мусолить очень долго и не понимать то, что нам не нравится, и очень быстро освоить то, что нам очень близко и важно, понимаете? Вот человек так организован, наше внимание-то совершенно по-другому концентрируется, и мы получаем новую профессию. Так что не надо вот говорить о том, что человек, если там будет плохо профориентирован после 10 лет, и вдруг вот потом захочет поменять профессию, ему будет очень сложно. Нет, не будет сложно. Ну, может, кому-то это единицы какие-то и будет сложно. Ну, извините, пожалуйста, ну, вы мне назовите хоть одну эпоху в истории, назовите хоть, ну, одно какое-то время в истории, чтобы не было каких-то таких вот людей, которые и ни туда, и ни сюда, как говорится. Ну, неудачников, как говорят. Или которые вот в грузы не попали в жизни. Ну, такие всегда были. Ну, нельзя же на них ориентировать общую массу обучения, понимаете? Ну, нельзя, естественно. Но им тоже, социумом, должен помогать государство. В любом случае их нужно и трудоустроить, и как-то образовать. Даже им нужно помочь. Вот теперь я готов рассмотреть самообразование в предлагаемой мною в этой передаче структуре, да? То есть вот с 6 до 10 лет человечек должен учиться в школе. Все, больше не нужно. Чему там должны учить? Вот самое главное человека научить всем тем навыкам, которые есть взрослые. То есть взрослым навыкам. Чем взрослые люди, обычные люди, взрослые в семье и вообще в жизни занимаются? Они могут налоги свои подсчитать, заработную плату, да? Зачу кому-то дать, написать там какое-то заявление грамотное или что-то еще, да? То есть вот ремонт сделать в квартире, там может в офисе самостоятельно рассчитать углы, там сколько нужно площадь, квадраты, там и так далее. Вот этому всему, вот житейскому, там электричество, проводка, там еще чего-то, да? Вот простые такие вещи, банальные, человеческие, мужские или женские, да? Там вышивание крестиком и так далее. Всему этому можно научить в школе вот с 6 до 10 лет. Всех детишек, понимаете? Каждому собственное какое-то направление. Кого-то больше там электричество провести, кого-то больше еще там, допустим, провести по какому-то направлению. Ему нравится, допустим, видеокамеры пользоваться. Ну, я не знаю, ну, у каждого будут свои интересы. И каждый больше познает что-то, да? Кто-то компьютер захочет больше познать. Кстати, компьютеры обязательно с 6 до 10 должны знать. То есть обучать этому в школе. Естественно, и вождение автомобиля тоже там 6 до 10 должно быть. Мини-автомобили какие-то, чтобы детишек уже учить, ездить. Пускай они права еще не получают. Но они должны уже осваивать руль, газ, там, тормоза, все это. Вот они знают, как устроен автомобиль. Хоть элементарно, по-детски, вот, штампами, но знать. Это все в школе должны они пройти, понимаете, да? Естественно, иностранный язык какой-то за 4 года тоже нормально может быть освоен. В школе вот с 6 до 10 нужно научить человека обязательно писать стихи. Вот как раз стихи-то логику и организовывают. Я писал стихи с 6 лет. И до сих пор пишу. У меня книга стихотворения есть, кафедра земли. Вы понимаете? Удивительная вещь. Вот когда человек умеет правильно подыскивать рифмы и постоянно этим занимается, или часто, то его сознание, его особенно память, начинает по-особому формироваться. И тогда он действительно может очень логично, причем уникально, творчески логично видеть любые последовательности в жизни. Определять молниеносно какие-то задачи. Входить глубоко в суть, в понятие какой-то проблемы, идеи и так далее и тому подобное. То есть вот эта логика его, да, человеческая, она расширяется и глобальная становится за счет поэзии. Кроме того, он понимает литературу очень глубоко, если он поэзию знает. Я помню какой-то, не помню кто, из писателей воскликнул. Как хорошо бы, вот если бы я умел писать стихи, я своими словами говорю. Жалко, что вот я не умею их писать. А так бы, вот если бы я писал, то, наверное, бы еще лучше мог писать романы, там, рассказы и так далее, повести. Вы понимаете, то есть стихи это обязательное вообще-то явление. Все люди должны маломальски уметь сочинять стихи. Это, значит, понимание искусства, литература и так далее, да. Это грамотный, духовный человек, значит, будет. Естественно, социальная мораль должна быть там. Кстати, стиха мы учили в дореволюционной России, это был обязательный предмет. И чем плохо, значит, надо продолжать это делать. Вот, социальная мораль должна прерываться в школе обязательно. То есть вот эти вот вещи элементарные, человеческие мудрости должны знать люди, да. Не бей там ногой по мусорному жбану, да, или там по урне на улице, чтобы вот мусор не разбрасывался там. Вот эти вот вещи обыденные, человеческие, да, социально значимые, не разводи костер там. Все это вот должны в школе с 6 до 10 уже люди впитать, понимаете. Через игры, через комплексы, через прокачку человеческих чувств. Совершенно по-другому надо подходить к детишкам. Это индиго, не забывайте, они уже почти взрослые. Это другие дети, не те, которые в прошлом столетии были рождены и воспитывались. Так вот, так же там, чтобы ребеночек к 6 до 10 уже научился хоть немножко, но не как медведь, а верблюд, да, а танцевать чуть-чуть хотя бы, какие-то падажи делать, да. Вот, чтобы он обязательно научился хоть немножко играть на каком-то музыкальном инструменте. Пальчики, моторика, это для мозгов всегда хорошо, и в компании, где угодно. Человек обязан знать немножко искусство, хоть чуть-чуть, понимаете. Это духовное образование, оно обязательно, это выше даже любого религиозного обучения, понимаете. Выше гораздо, потому что религиозных обучений много и направлений. И можно быть кем угодно, а вот человеком ты обязан быть, понимаете, социально значимой духовной единицей. Это главное. А потом уже будешь выбирать себе религию и все остальное. Так вот, дальше смотрим, что там еще можно вот в школе, в школе, так обязательно ввести, кроме вот того, что я перечислил. Да я думаю, вы уже начинаете догадываться, понимать меня, да, что там будет все вот это вот человеческое, настоящее, а не просто протирание штанов, понимаете. Конечно, химию элементарную нужно знать человеку, геометрию элементарную уже там нужно знать, чтобы действительно там ремонт мог сделать и так далее. Чтобы он там знал физику чуть-чуть, да. Вот все вот это в комплексе с шести до десяти лет через игры, через интересные сказки какие-то даже, небылицы, через театрализацию. Надо по-другому школу совсем устроить, чтобы там было настолько интересно и праздничное, чтобы человек не хотел оттуда уходить, понимаете. И может быть даже сделать их интернатами с шести до десяти это как интернаты. То есть домой он приходит либо на выходные, либо очень, ну не то что поздно, но вечером, когда вот родители уже с работы придут, они могут с работы заехать и забрать ребеночка, понимаете. То есть это тоже очень удобно, он не будет бортежать, бегать по улице весь день, а там все будет у него, понимаете. Вот он ушел с утра, как родители с утра вот на работу, да, уезжают, причем сделать график такой, чтобы родители, во сколько бы они не уходили, они обязательно могли завезти туда в этот центр, да, в школьный. Вот завезли и все, и вечером после работы только и забрали его. Или же тогда только на выходные, и родителям легко будет, понимаете, легче гораздо. И преступлений будет меньше, они, конечно, все равно в любых ситуациях бывают, но их все равно будет меньше, понимаете. Статистика уменьшится, люди все равно будут более высокодуховные и образованные. Понимаете, о чем идет речь, да, чтобы вот не глянул ты на улицу и видишь, что дети бортежают непонятно для чего вообще по улице, вот они же склоняются, они не знают, куда приткнуться. Кстати, вот с 6 до 10 лет там должно быть и сексуальное образование. Я, честно говоря, диву даюсь, слушая выступления депутатов всевозможных наших в Российской Думе, да, вот, которые говорят, что типа того, ну как же наших детей разращать, пытается Европа там и так далее. Вы знаете, у меня такое впечатление, что они с детьми уже лет 100-150 не общались. Современные дети знают это все, что делают взрослые. С 6 уже лет, с 7, а в 8 точно знают. А в 10 они вообще уже не только знают. Некоторые даже владеют. Понимаете, удивительные вещи. Я не говорю сейчас об извращении каком-то, но, понимаете, все это должно приватизировать государство. То есть образование сексуальное, значит, может быть не так, как Европа. Европа не права тоже. Она законодательно заставляет это делать, изучать, да, сексуальные разные направления. Она это навязывает, то есть рекламу проводит. Она заставляет, понимаете, это неправильно. То есть Европа тоже не согласен. И я специально передачу даже выпускал на этот счет. Секс по-европейски или по-российски. Можете ее посмотреть, эту передачу. Вот. По Невстиви. И здесь надо, еще раз подчеркиваю, подойти очень лояльно. Чтобы и ребенка не извратить. Но и чтобы он многое понимал. Это, может быть, пушкинское отношение, культура, отношение к девочке, у мальчика. И очень такое мистическое, воинственное, да, или таинственное отношение, как к рыцарю, девочка относится к мальчику. Это не потому, что я сейчас вдруг заболел в 18 веке. Нет. Я просто объясняю, что это все, конечно, как бы на броваде немножко звучит. Сейчас вы услышали. На самом деле, это я специально гиперболу поэтическую привел вам. Для того, чтобы вы поняли, что очень тонко и красиво можно подать все это. И объяснить, чтобы чувства воспитывались сексуальные у детей уже там, с 6 до 10 лет. И нельзя это отрицать. Нельзя это упускать из виду. Нельзя отдавать это на откуп улице и просто какому-то любопытству из интернета. Понимаете? Кстати, находясь в школе с 6 до 10 лет, ребеночек будет под присмотром. И в интернет просто так не полезет уже. Естественно, он просто так в интернет и не полезет. И дальше, когда вернется вечером домой, потому что уже будут родители, присутствие родителей. Понимаете? То есть больше под назором будут дети. Понимаете? А с одной стороны. А с другой стороны, они будут очень волнееносно и интересно, и глобально развиваться. И да им некогда будет заниматься какими-то фиговинами. У них будет одна цель. Развиваться. Это надо сразу внушать уже с детских садов. Начиная, что самое главное показывать вот такой человек, смотри на его судьбу. Прямо в детском саду. А вот такой человек, смотри на его судьбу возможную. То есть нужно в сказках, новые сказки писать. Надо показывать детям чуть ли не с пеленок, во что превращается жизнь человека, если он не получил образование или не профсориентировался вовремя. Ну и так далее. Здесь вот целый комплекс нужен, понимаете? Я надеюсь, как говорится, ребята из Государственной Думы Российской услышат меня. Правильно услышат меня. Что и президент наш Путин услышит нас, нашу передачу, да? И Медведев, наш премьер-министр, тоже услышит. Я надеюсь, мы все повернемся все-таки лицом к настоящему, сегодняшнему образованию 21 века. И станем передовой духовной державой. Вот Россия должна стать ведущей и по образованию, и по всем другим культурам, и направлениям, и развитиям. В частности, сейчас я разбираю образование. Услышьте меня. И образование в нашей стране станет великим миром и добра вам.